Добрый день, уважаемые гости! Добро пожаловать на наш праздник, посвященный воспитателям и всем-всем дошкольным работникам. Период с рождения до 7 лет особенно важный в жизни ребенка, ведь именно в первые годы жизни формируется личность. Каким будет внутренний мир будущего взрослого, во многом зависит и от воспитателей. Ведь воспитать из маленького крохи мудрого первоклашку стоит больших трудов. За период работы многие дошколята становятся словно родными, а некоторые даже поддерживают отношения на всем жизненном пути. Есть такой прекрасный детский сад у нас в Каннске, в Арсенале, называется он «Подснежник». В этом саду я отработала 37 лет. Я очень часто встречаю своих воспитанников, они даже приходят и чай попить, и они уже взрослые уже, и даже их дети уже ко мне ходили в детский сад. Очень приятно встречать своих воспитанников, видеть, чего они достигли в этой жизни, и всегда радуюсь за них. В стенах 4-й гимназии на торжественной церемонии собрались все причастные к этому празднику. Те, кто на данный момент трудится, воспитывает ребят, а также ветераны дошкольного образования. Для них была организована поздравительная часть, а также 35 работникам были вручены грамоты и благодарственные письма. Васильева Ольга Александровна, учитель-логопед детского сада номер 39 «Теремок». Сегодня во всех каннских детских садах каждый ребенок получает качественное дошкольное образование. Все учреждения принимают активное участие на различных инновационных площадках, которые реализуются как на краевом, так и на муниципальном уровне. Наши дошкольные учреждения активно в последние годы реализуют практики погружения детей в мир профессии. Реализуется проект KidKills, где дети показывают свои умения, начальные умения в профессиональной деятельности. У нас уже два чемпионата проведено в городе Каннске, и мы единственный муниципалитет, который подобный чемпионат проводит в Красноярском крае. Кроме этого, у нас несколько учреждений реализуют активно модели инклюзивного образования. И по итогам 2023 года детский сад номер 15 стал призером краевого конкурса в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Также пилотная площадка по просвещению родителей, как федеральная площадка, реализуется на базе детского сада номер 21. Дошкольные учреждения активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Очень активно развивается дополнительное образование на базе дошкольных учреждений. Порядка пяти детских садов у нас в этом году включены в краевую субсидию на получение дополнительного финансирования для реализации программ дополнительного образования на базе дошкольных учреждений. И с 1 сентября в трех детских садах города в качестве эксперимента, также первые в Красноярском крае, созданы отряды юноармейские, дошколенок юноармеец. И в этом году мы от краевого штаба получили разрешение в качестве эксперимента в детских садах начать вот такое патриотическое воспитание детей. На сегодняшний день детские сады посещают 3900 юных жителей нашего города, воспитывают которых порядка 900 работников дошкольного образования.